Доброе утро! Доброе утро! Всего в этом проекте принимает участие больше 120 эстонских фотографов. Кто стал инициатором этого проекта? Да, удивительно, что такая большая компания, 120 человек, даже чуть больше. И организатор – это фотомузей, и улица Анники Хайс, она курирует этим проектом. И этот проект продлится до 18 мая, раз до конца чрезвычайной ситуации. Ну а в принципе этот проект объединяет какая-то одна тема? То есть фотографы должны представить работы, которые представляют мир в режиме изоляции? Или в принципе просто какие-то интересные фотоработы, которыми хотели бы поделиться художники? В принципе нет, тем нет конкретной, и фотографы могут делиться тем, чем живут сейчас. А чем вы живете сейчас, расскажите? Какие работы вы делаете? Хороший вопрос. Я работаю сам в прессе, и руналист, фоторурналист. И так я думал, что во время изоляции будет сложно работать, нет спорта, нет культуры. Но на самом деле работы есть, и работы много. Ну что касается названия выставки, называется она «Диалоги изоляции». И концепция такова, насколько мы поняли, что все участники разбиты по парам. Допустим, вы оказались в паре с Гердой Нурк. То есть у вас какая-то единая нить проходит через ваши работы? Или в чем заключается диалог? Да, проходит нить, действительно. Например, замечаем какие-нибудь детали, может быть, цвет. И тогда происходит такой диалог. А сколько всего работы может представить один художник? Или в принципе это количество не ограничено? Не ограничено, да, число. Интересно, что некоторые фотографы работают очень быстро. Они хотят сразу выставить свои работы. А некоторые, наоборот, им нужно время для этого. И кто-то тоже нервничает и говорит, давай быстрее, я хочу быстрее увидеть твои работы. И тогда получается такое. Известно ли вам, сколько всего в Эстонии людей, которые именуют себя фотографами? Ну, я не знаю. Но иногда в Фейсбуке я смотрю, и там имя, и фотографии. Их очень много. Я не знаю, сколько фотографов. Наверное, самая распространенная такая профессия фотографов. Ну, явно, наверное, больше, чем 120, которые приняли участие в этой выставке. Где, кстати, много знакомых имен. Елена Руди, Сергей Трофимов, Максим Медов, Станислав Машков, Таня Муравская, Эдуард Зенчик. Многие из них и гостями ТВ+. Вы, кстати, со многими работами ознакомились. Чьи-то произвели наибольшее впечатление? Я посмотрел все работы. Естественно, и очень интересно было наблюдать. Выделил свои любимые работы. Например, мне очень понравились работы Зенчика. Очень интересно работает он в паре. Я сам даже позавидовал. Хотел бы оказаться тоже рядом с ним и работать вместе. Также Стаса Машкова тоже очень интересная работа. Есть, да, имя, которое мне больше всего запомнилось. Это Клоэ Янсес. Такое необычное имя. И Сигрид Вир. Мне кажется, что у них такой идеальный диалог и понимание. Такое чувство, что работает только один фотограф под разными именами. Ну, а в принципе, вот мы говорили с вами о работе. Вы сказали, что ее немало, поскольку вы профессиональный фотограф, который работает для изданий. Но я знаю также, что вы работаете и как художник. У вас довольно необычные свадьбы были. Вы делали фотографии. Сейчас как на этом рынке идет работа? Все свадьбы отменены, фотографировать нечего? Ну, обычно я беру до 10 свадеб в год. А в этом году пока одна свадьба. И в конце мая пара скажет, состоится ли свадьба в августе или нет. Зависит от того, сколько людей будет на свадьбе. В общем, мне кажется, что тяжело будет фотографам, которые работают с людьми. А, например, фуд-фотографам, кто не соприкасается с людьми, будет намного легче работать. Ну что ж, действительно все в непростом положении сейчас оказываются. И фотографы в том числе. Спасибо Дмитрию Котиху. Удачи вам, творческих успехов.